Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Бонжур! Хелло! Сегодня у нас урок из Тель-Авива. Из Тель-Авива, не из Иерусалима. Есть очень в Израиле такая особенность, что как Бог сказал, что это земля текущая молоком и медом, и Он сюда приводил народ Израиля. Так действительно, в Израиле есть здесь все. Море, горы, Иерусалим, ворота в небо, пустыня, где Байершева. Я очень хочу, кстати, провести урок из пустыни. Сейчас вот мы прямо на берегу моря в Тель-Авиве. Посмотрите, какая красота. Яхты, море, небо. Все Всевышний сделал для того, чтобы мы жили, радовались и дал удивительное разнообразие. Разнообразие жизни, разнообразие всего. Хорошо, только он сказал, люди, сказал он, плодитесь и размножайтесь, и обрабатывайте землю. Как говорится, Адам Леамаль Юлят, человек рожден для спорта. О, для спорта. Это очень интересно. Оговорка по Фрейду. Человек рожден не для спорта, человек рожден для труда. Но для кого-то это труд, это спорт. Для кого-то это труд, это учеба Тора. Это колоссальный труд, это невероятный труд. Тора, это написано, что Тора, она силой человека подтачивает, физическую силу человека Тора. И это самый большой труд. И дается Тора тому, кто мимит этот смог, кто себя умерщвляет на ней. То есть, действительно, это очень большой, серьезный труд. И мы давайте приступим к этому труду, потому что я считаю, что этот труд все равно самый лучший. И известно, есть такое высказывание в Перте. Вот мы учили когда-то, что «Микабеля лав оль Тора», тот, кто принимает на себя ярмо Торы, именно ярмо Торы, это не корона Торы. Тот, кто принимает, вначале на себя нужно принять ярмо Торы. «Мааверим имену оль молхут воль дер Херет». С того снимается ярмо царской власти и ярмо дер Херет, забота о пропитании. А тот, кто сбрасывает себя ярмо Торы, он говорит, «А, не надо, нету надо мной хозяина, буду делать, что хочу». Ему Бог говорит, это здрасте, Раиса Васильевна, ему Бог говорит, секундочку, не будешь в этом мире делать, что хочу. И надевает на него ярмо Малхут. Ему говорят, так, табу управляет государство воль дер Херетс, и ты должен работать, тебе надо что-то кушать. Понятно, поэтому лучше взять на себя, конечно, ярмо Торы. Сегодня мы продолжаем изучать 15-ю главу Мишли, и мы дошли до 18-го отрывка. 18-й отрывок, значит, он звучит так. 18-й отрывок. Значит, написано так, «Иш-Хэма-Игарэ-Мадон». Вэ-Эр-Эхапаэм-Яш-Ти-Три. Значит, «Иш-Хама» переводится «человек». Хама – это внутреннее раздражение, переходящее в гнев. То есть, у человека есть состояние внутри, есть состояние раздражения, есть состояние гнева, но это внутри, он это сдерживает. Дальше у него есть «Аф» – это гнев выраженный. На русском языке это ярость, когда он уже кричит «Да, все, не могу больше». В мире здесь написано «Человек-Хама-Иш-Хама», у которого внутри есть раздражение, он, Игарэ-Мадон, он начинает суды, он начинает, знаете, «А вот ты, а ты что сделал? А почему ты это сделал? Да я все правильно сделал, а ты? А помнишь ты?» То есть, это называется все суды. Это все называется суды. Так вот, значит, вот Мириуз Милана, значит, его любимый день рождения, поздравляю с днем рождения, раз есть любимая, любовь, уже хорошо, в мире стало больше радости. Теперь, ну вот это, если и любимая, она человек с раздражением, она рано или поздно, она будет устраивать ссоры. То есть, что такое внутри это раздражение, он долго его, он как чайник, который кипит, 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 и он его, оп, рано или поздно, он его выражает в какие-то конфликтные ситуации. В РХПМ, РХПМ это долготерпеливый, РХПМ Тора очень сильно прославляет качество умения терпеть, долготерпеливый умение управляет собой, Яшки Триф, он наоборот успокаивает ссоры, он успокаивает ссоры, он человек долготерпеливый, он что думает? А зачем ссориться? Смысл ссориться? Кто когда-нибудь побеждал в ссорах? Даже если ты победил в ссоре, ты в плюсе, ты выиграл какую-то краткосрочную вещь, в минусе ты заработал себе врага, который тебя подстерегает потом всю жизнь. То есть ссоры это, знаете как, из-за мелочей начинаются ссоры, конфликты, разводы. То есть ссоры, понятное дело, что это как мусор, даже похожее название. Здесь нам царь Псалмон сказал, что все в этом мире идет постепенно, на полутонах. Если ты заметил, что твое эмоциональное состояние, оно раздраженное, то оно рано или поздно вырвется в какой-то конфликт. Поэтому нужно очень хорошо разобраться с собой. И поработав со своим восприятием, можно убрать раздражение. Потому что еще раз, эмоциональное состояние, это следствие способа мышления. То есть вот человек, если он напишет себе ситуацию там, с одной стороны, у него будет одно эмоциональное состояние, а с другой, другое. Понятная идея. Поэтому религиозный человек, который понимает, что все от Бога, который берет на себя ответственность за всю свою жизнь, ему легче быть спокойным и радостным. Он благодарный, он религиозный человек, он спокойный, он ждет от жизни, от Бога, от будущего только хорошего. Понятное дело, что вот эмоциональное состояние, это следствие целой системы мировоззрения. Если, например, и плюс тренировка, потому что у человека есть такое, знаете, как вот в физическом плане, да, тот, кто не тренируется, он даже если один раз потренируется, он от этого тренированным не станет. У него только болеть все начнет. А если человек каждый день тренируется, то его тело, оно становится другим. То же самое эмоциональная сфера. Если человек просто, он все время находится в недовольстве, потом он чему-то порадовался, но это вот такой маленький всплеск, и потом он опять, бах, упал, упал в негатив. Человек, который тренирует себя на позитив, 100 благословений в день. Религиозный еврей произносит в день 100 благословений. 100 раз он говорит Богу спасибо, благословен ты Бог за то, благословен ты Бог за это. Каждый он берет еду, берет водичку, благословен ты Бог, Шаколь и Абедвару, что все, все здесь возникло по твоему слову, выпил водички. После водички говорит, благословен ты Бог, Боренов Ашот работал в Эхостронан, который сотворил все души, многочисленные их, то, чего им не хватает, сотворил. То есть, Бог так специально сделал. Представьте, какая интересная ситуация. Человек, он не может и буквально нескольких минут побыть в равновесии. Причем, нам что нужно для равновесия? Нам для равновесия нужно, например, дышать постоянно. Если ты не дышишь, то все. Я недавно слышал историю, как в Италии был один пожилой человек, у которого не было медицинской страховки. И он, значит, там 80 лет, он попадает в больницу с этим, как это называется, ну вот то, что сейчас, ковид, ковид это коронавирус. И он попадает в эту больницу с коронавирусом и лежит там неделю на аппарате вот этого искусственной вентиляции легких, выздоравливает, ему предоставляют счет 15 тысяч евро за неделю, потому что у него не было страховки. И он, я буквально неделю назад слышал эту историю, он платит эти 15 тысяч евро и радуется, говорит, Господи, говорит, как я всю жизнь жил, бесплатно дышал и не ценил. На какую же сумму я надышал? Я же надышал на миллионы, миллиарды долларов, я надышал и я не ценил. Тут неделю всего лишь подышал искусственная вентиляция легких, так заплатил 15 тысяч евро за неделю. Так вот мы дышим и не ценим это. Обычно человек вдохнул, вдохнул и вдохнул. Что, за это я должен радоваться? За это я должен благодарить? Да, это не важно. А по факту-то это важно. Как только ты перестаешь дышать, все, значит, человек пьет водичку, человек ходит в туалет. Религиозный еврей пошел в туалет и после вышел из туалета и говорит, Барух Ата Ашемелакену Мелакалам Ашер Яцар. Благословен ты Бог, создатель вселенной, который создал человека Бехахма. Так мудро создал человека. Сделал его халулим, халулим, дырочки, дырочки, трубочки, трубочки. Это же удивительно, человек как устроен, дырочки, дырочки, трубочки, трубочки. Затидываешь себе в рот, еда, вода, все вперемешку, давай, затидываешь, 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 затидываешь. Потом бах, сходил там, все там из тебя, все полезное осталось, все вредное вышло. Это же идеальная система. Значит, еще раз, это я чуть-чуть сейчас ушел в сторону, о том, каким образом можно тренировать свою эмоциональную сферу. Эмоциональная сфера тренируется так же, как и тело, через постоянные повторения. И для того, чтобы быть в позитиве, нужно быть благодарным. Нужно прям отмечать все то, что мы обычно не ценим. А у человека обычно то, что есть у него, даже самое большое, он перестает ценить. Ему кажется маленьким. То, чего у него нету, это ему кажется важным. Оно ему кажется большим. Должно быть наоборот. Все, что есть у тебя, ты должен ценить, 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 ценить. А то, что нету у тебя, значит, оно тебе не надо. Почему я так долго про это говорю? Потому что начинается конфликт не со слова и не с поступка. Конфликт начинается с внутреннего состояния. Если человек внутри раздраженный, то любая мелочь извне вызывает у него взрыв. Если человек внутри, он довольный, радостный, счастливый, то какая-то мелкая неувязка вокруг, она у него гнева не вызовет. Поэтому, как человек должен о здоровье своем заботиться, не в момент, когда он встречается с микробом, коронавирусом, и давай там масками себя закрывать и всем. Нет. О здоровье надо заботиться до этого, о своем иммунитете надо заботиться до этого. Нужно быть тренированным, нужно быть здоровым. И тогда тебе встреча с коронавирусом, она не будет опасна. Если ты эмоционально здоров, если ты благодарен, если ты радостный, если ты наполненный позитивными эмоциями, тогда у тебя внутри такой уровень позитива, что у тебя никогда не будет внутреннего этого раздражения. И это вот как раз тогда понятен 18-й отрывок. Ишхама, человек во внутреннем гневе, Игоре Мадон, он будет все время качать какие-то конфликты. А долго терпеливый, он наоборот будет любую ссору затихать. Мы уже учили, как мягкий ответ, доброе слово, оно может убрать любую ссору. Последите за собой. Очень важно, то есть я знаю, когда я в хорошем состоянии, то я с людьми радостный, веселый и так далее. Когда в негативном, то оно как будто бы передается вокруг. Теперь 19-й отрывок. 19-й отрывок Дерек Ацель Кемесухат Хадек. Значит, путь, Дерек это путь, широкий путь, широкая дорога. Ацель это ленивый. Широкая дорога для ленивого, она как заросшая терном, колючками и так далее. Теперь в Орах Ешарим Слула. И тропиночка для людей прямых, она как будто бы мощеная дорога, как трасса такая, да, гладкая трасса. Что это значит? Значит, опять же, тот же самый, та же самая идея. Есть человек, который называется ленивый, Ацель. Значит, ленивый человек, это его жизненная позиция. Он не хочет работать, ему все кажется сложным, тяжелым. То есть, это его психологическая установка. И ленивый человек, перед ним, ему говорят, вот прямая дорога, давай иди. Он говорит, ну где же она прямая? Она кривая, а вот сейчас дождь начнется, а сейчас ветер пойдет, а сейчас то, а сейчас это. И ему даже прямая дорога в его восприятии, и он верит же своей голове, она ему кажется тяжелой, ему нужно подготавливаться, ему нужно, чтобы ему кто-то помогал постоянно, и так далее. То есть, ленивый, он прежде всего ленивый в своих мозгах, и ему даже широкая дорога, она будет для него казаться ему, как заросшая. А тропинка для человека, Яшар, это человек прямой, у которого есть внутри, Яшар, это, смотрите, есть человек цадик, праведник, это тот, кто победил в себе лень, победил в себе раздражение, победил в себе все плохие качества, и когда он это в себе победил, он становится праведником. А есть люди, Яшарим, они такими родились, вот есть такие люди, я встречал таких людей достаточное количество, они от природы, такие честные, добрые, работящие, то есть, они прям реально, это называется, прямой человек такой, он таким родился. Путь, путь, Месилати Ашарим, путь благочестивых, путь праведных. И, значит, так для них любая тропинка, она ровная, потому что он знает, что меня Бог ведет, Бог со мной, он меня проведет, как царь Давид говорил в псалмах, гам ти елех, бэгэй цалмавы, даже если я буду идти долиной смерти, ло и рара, не случится со мной зла, ти ата и мади, потому что ты со мной. То есть, для человека, который, он внутри связан с Богом, для него любая, он смотрит вперед, и для него любая дорога, по которой он пойдет, если он прямой, и он, как написано, бэколь драхеха де эгу, на всех своих путях познавай Бога, он говорит, а ко мне разница, куда идти, тропинка, дорога, я на всех своих путях познаю Бога, я общаюсь с Богом, Бог меня ведет по этой жизни, и главное, это в каких я взаимоотношениях с Богом. Внешние события, они, все равно есть человек, знаете, есть человек там богатый, вы что думаете, у них меньше проблем, рыдают, плачут, болеют, судятся, разводятся, садятся в тюрьмы, от кого-то бегают, проблемы, проблемы, проблемы с родственниками, с друзьями, и так далее, то есть, деньги не гарантируют человеку позитивное эмоциональное состояние, физическое здоровье не гарантирует позитивное эмоциональное состояние, потому что, сколько я знал культуристов, там, каких-нибудь спортсменов, бегунов и так далее, у них одна сфера жизни работала, другие сферы жизни, ну, кстати, вот что интересно, те люди, которые системно занимаются своим физическим развитием, обычно они могут выстроить свою жизнь, вот это очень интересная вещь, что, есть люди, которые духовно очень развитые, но они физически, как бы в материальном мире абсолютно не устроены, но люди, которые сумели победить свою лень и организовать свое тело, то есть, они ровные, они занимаются спортом и так далее, то обычно такие люди, они физически свой мир могут выпрямить, но не факт, что у них с духовным развитием все хорошо. Хорошо, значит, в 19 отрывок мы тоже разобрались с ленивыми и с прямыми, то есть, как вопрос ссор и конфликтов, это вопрос не внешнего, а вопрос внутреннего состояния, также вопрос движения по жизни, быстрота и так далее, это вопрос не дорог, а вопрос внутреннего состояния, или ты прямой, или ты ленивый, и все начинается с того, что человек выпрямляет свое мышление, а как выпрямить мышление, вот у нас, я честно скажу, что лучше, чем притчи царя Соломона, я изучаю постоянно книги, литературу, уже много лет я изучаю, как выстраивать правильно свою жизнь, это самое, это от Бога, это глобально, это 3000 лет, знаете, как пишут там, фирма основана в 1800 каком-то году, о, типа, крутая фирма, это царь Соломон написал 3000 лет назад, представьте, оно прям реально, символ мудрости, это царь Соломон, хорошо, двигаемся дальше, и 20-й отрывок, на сегодня последний, про воспитание, про воспитание детей, и говорит нам царь Соломон уже в очередной раз, что Бен Хахам и Самах Аф, что сына Хахама мудреца, сын мудрец, он радует своего отца, Уксиль, Адам Бузеймо, Аче, который грешник по вожделению, он позорит свою маму, и царь Соломон нам вот так, прямо на протяжении всех Мишли, каждый раз, когда он говорит про воспитание, он с разных сторон, он нам показывает, что есть разница, вообще есть разница между мужчиной и женщиной, это факт, то есть много он про это говорит, про женщину, про мужчину, причем интересно, что у самого мужчины даже, у него его женско, его интеллект, интеллект, царь Соломон уподобляет интеллект женщине, потому что женщина, она воспринимает, и она рулит, тут очень интересная такая штука, что интеллект человека, он вначале воспринимает информацию извне, а потом управляет жизнью человека, то есть человеку очень тяжело идти против своих же мыслей, каждый знает, что иногда мысли идут в одну сторону, ты не хочешь идти, куда ведут тебя мысли, а ты идешь туда, так вот, то же самое с женщиной, женатые мужчины знают, что в принципе, женщина, она рулит, она каким-то образом, немытьем-то катанием, она все равно мужчину куда-то ведет по жизни, да, теперь смотрите, говорит нам царь Соломон, что воспитание, воспитание, роль отца и роль матери, это две разных роли, отец, шмабни мусара виха, слушай сын, мусар, наставление отца, роль отца, воспитать сына, с помощью наставления, мусар, это даже там угрозы, и так далее, почему, потому что, когда ребенок рождается, это как маленькое животное, то есть, у него есть только животное начало, и маленьким ребенком, интеллект вообще не управляет, маленький ребенок, он хочет писать, писает, хочет там какать, какает, хочет ползать, ползает, все тянет в рот, ничего не понимает, у него нет никакого интеллектуального управления собой, чем ребенок старше становится, тем он больше начинает интеллектом управлять над своим животным началом, и этот процесс в 13 лет, он становится обязан, только обязан соблюдать заповеди в 13 лет, до 13 лет Бог его освободил от выполнения заповеди, потому что он еще не управляет собой, какие заповеди, как он может выполнять заповеди Бога, если он собой не может управлять, и вот в 13 лет ребенок по Торе становится обязан выполнять заповеди, но до 20 лет Бог его не наказывает за невыполнение, почему, потому что Бог создатель мира, он знает, что до 20 лет человек не управляет собой, то есть у него гормоны, у него эмоции, у него физиология, он зависит от очень сильно, молодые люди зависят от мнения окружающих, подростков, друг друга. То есть они еще не являются 100% ответственными за свои поступки. Теперь Бог так специально сделал, что папа это внешний строгий наставник, который вкладывает в голову ребенка, вкладывает в голову сына вот этот мужской подход. Ты должен, надо, будь мужчиной и так далее. Дальше в 20 лет мужчина уже сам себе это говорит. Когда должен цадик что-то делать, у него же есть сопротивление, он потому называется праведник, что он побеждает сопротивление. И тогда у него в голове звучит вот этот гол от отца. Давай, вставай, победи свое внутреннее животное, не будь животным, не будь ленивым, вставай, делай, беги, работай, побеждай и так далее. Но если мама, а мама, она сына любит безусловной материнской любовью, она его хочет защитить, уберечь, обнять. То есть она сына прямо, ну мама, она любит его безусловно. И часто бывает, и Бог специально так сделал, что мама любит сына безусловной любовью, и она его опекает, заботится, и тем самым она его ослабляет, делает его неподготовленным для жизни. А папа, он сына наоборот прессует. И он, как, как сказать, любая тренировка, любой, любой, когда хотят человека сделать сопротивляемым для болезни, ему эту болезнь дают в легкой форме, чтобы организм выработал сопротивление. Так вот, отец, он сына готовит к борьбе со своим внутренним животным началом, со своей ленью, и к борьбе в окружающем мире. Мир – это борьба. Мать, она сына опекает, она его дает ему вот эту вот безусловную любовь и эмоциональную сферу. Теперь каждый должен понимать свою роль и не мешать другому выполнять свою роль. То есть, почему? Потому что если сын недополучит вот этого вот влияния отца, или сын недополучит влияния матери, тогда у него чего-то будет не хватать. Понятная идея. Теперь здесь нам царь Саламон в 20-м отрывке, он нам говорит такой, как закон. Бен Хахам и Самах Аф. То есть, сын Хахам – это радость для отца. И Самах – это будет радоваться отец. И второе значение – будет радовать отца. Потому что есть в Торе, есть Бог два раза сказал о отношении, есть заповедь о отношении ребенка к родителям. Значит, написано в первый раз, когда перечислены 10 заповедей, написано, что будет почитать отца и мать свою. А второй раз написано – будет бояться мать и отца. Так, даже Бог это сказал в заповедях, на скрижалях, то есть было два по-разному написано. Значит, первый раз написано – почитай отца и мать. Почитание – это корми, одевай, делай приятно, ухаживай за ними. И в этот раз Бог поставил на первое место отца. Почему? Потому что сыну, которого отец воспитывал жестко, ему тяжело отца почитать. Бог ему сказал, секундочку, ты должен отца почитать, потому что он, то, что тебя жестко воспитывало, это было для тебя хорошо, поэтому ты должен почитать отца. Мать наоборот, сына, она, сыночек, сыночек, она его любила. Что сказал Бог сыну по отношению к матери? Бойся, мать. Бояться – это не спорить, не пререкаться, выполнять все, что она скажет, ну и так далее. То есть это другая грань отношения. И мать поставлена на первое место, потому что отца, понятное дело, что он боится, потому что отец с ним жестко разговаривал. А мать, он не боится, потому что мать его любила, облизывала там и хвалила. Теперь вот здесь написано так, что Бен Хахам, тот, кто вырос мудрецом, сын, он будет радовать отца, и он радость для отца. У Ксиль, Ксиль – это грешник по вожделению, тот, у кого его хочу, его эмоции, они рулят его жизнью. И вот этот вот Ксиль, человек, который грешник по вожделению, он будет позорить маму. Позорить маму он будет, потому что скажет, вот мать его так воспитала, и он же сам будет спорить с мамой, не слушаться маму. И в итоге будет, конечно, плохо относиться к маме, потому что она его воспитала. Сыночек, хочу для тебя самое главное, утром хочешь спать – спи, хочешь есть – ешь, хочешь там не ходить на работу – не ходи – все. Понятно, да? Это вот такой вот 20-й отрывок у нас про воспитание. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, прекрасного дня. Очень важно не просто послушать Тору, а послушать, понять, запомнить и сделать. Сделать что-то в своей жизни по-другому, минимум можно поделиться своим знанием, обсудить, поделиться и повторить то, что вы учили. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.